Здравствуйте, друзья! Вы, конечно, видели картину, которую мы планируем написать. Она у вас, нашим операторам, выставлена. Ну, розочка на фоне зеленого цвета. В общем-то, это классическое сочетание цветов. Красный и зеленый это живописные антиподы. Ну и, соответственно, создают красоту отношений. Итак, задача для первого сеанса у нас примитивно простая. Очень простая и очень примитивная. Нам нужно просто припачкать холст основными цветиками, которые мы уже по сухому холсту, причем, возможно, уже даже на следующий день краска высохнет, потому что мы заложим совсем небольшое количество краски. И уже завтра будем продолжать. Ну, а поскольку видео у нас подразумевает подряд, то я покажу сейчас один сеанс. Скорее всего, он займет минут семь, а уже второй сеанс будет плодотворный и педантично выписанный. Итак, вот я взял разбавитель, метнул его. Вот я взял бирюзовый, метнул его. Вот черный, метнул его. Некая акварельность фонового пятна очень будет уместна. Взял белилый и голубой. Нам сейчас нужно буквально запачкать холст становыми и чуть-чуть цветовыми пятнами. Акварелька. Такая акварелька, которая будет только лишь подкладкой под будущую картину. белила, бирюзовый и, наконец, красный. Это будет розовый. Даже если вы сейчас не попадете по рисунку, по силуэту рисунка, черный с розовым, даже, короче, если вы не попадете по рисунку, ничего страшного. У нас есть возможность уточнять целый сеанс по сухому. Такой приблизительный силуэт будущей розы. У кого есть, черный добавляю к темным местам, у кого есть этот проектор, вы можете на проекторе кинуть точный силуэт розы сверху на вот эту зеленую подкладку. Я даже здесь пока никакой зелени не дам. Просто темное пятно. для того, чтобы обозначить себе будущий рисунок. Ну вот, друзья, прошло два дня. Картина полностью просохла, поскольку слой был очень незначительный. и можно смело продолжать ее для того, чтобы ее продолжать. Я взял масло. Масло льна. Ну, если у вас по такой-то причине не оказывается масло для художественных работ, вы можете взять практически любое масло из кухни и использовать его для картины. Натрем, не зальем картину, а именно натрем масло. Это работа по сухому, поэтому вы сейчас будете знакомиться с идеей работы по сухому. Итак, масло мы положим столько, чтобы оно только было потненькой, чтобы поверхность стала потненькой от масла. Тряпкой я собрал вещество, масло лишнее. И то, что осталось, вполне достаточно. На палитре у нас розовая. Красная. Кадмий красный. Несколько отличается. И сочетание эти мы видим на картине. Ну, вначале нам понадобится розовая. Вот таким лисировочным слоем, то есть тонким слоем, мы можем предпринять укладку. Мало того, мы можем фрагментом тряпки, вот таким небольшим, несколько больше, чем рука, сделав вот такой тампон, Добираем вещество с палитры и мягко распределяем его. Почему именно тряпкой? Тряпка, с одной стороны, хорошая кроющая и распределяющая свойство имеет для холста, а с другой стороны не дает лишнего вещества. Все-таки кисть норовит положить излишек вещества, с которым трудно будет с этой непростой формой розы работать. Поэтому лучше вот так вот тряпкой распределить вещество. Это у нас кроплак розовый прочный. К этому кроплаку можно добавить черный. Взглянем на палитру. Черный с кроплаком. Он и не черный, и не кроплак уже. И вот этой мглистой темнотой тоже распределяет тряпкой. Опять же, краска даже не лоснится своим веществом, что, конечно, выгодно производит вот эту мглистость теневой, тенистого места у розы. И нам будет, опять же, намного легче потом выдавать светлые партии, уже более густой краской. И вот мы чуть-чуть, уточняя место расположения теневых, укладываем тряпкой. В общем, вообще, стоит подружиться с идеей тряпки в работе, с идеей пальцев, ребра ладони, как средств технических удобств. Максимально близко стараемся силуэт розы показать, чтобы он был максимально такой портретный характер розы. У кого с этим серьезные проблемы с точностью рисунка, вполне можно задействовать проектор и силуэт, и подробности внутренние заложить с помощью проектора. Эта тряпка мне пока уже не пригодится, а может уже и до конца. Вы видите, такая бархатистость появилась. При этом краски минимальное количество, что, конечно, будет очень удобно в процессе. Так, черный с розовым я временно снимаю с палитры, чтобы он мне не мешал. И сейчас, ну вот, зачистил палитру, и сейчас светлыми партиями начнем уточнять рисунок. Кадмий красный плюс розовое. Самое светлое место. И тоже небольшое количество вещества для начала. Стараемся укладывать по жилочкам лепестка, то есть наблюдая их от центра, то есть они от центра идут сюда, сюда, сюда. И тряпка создает эту полосатость. Но кроме тряпки у нас есть еще один хороший инструмент. Происходит как бы вплавление одного цвета в другой. За счет тряпки, за счет пальца. То есть мы сначала положили темное вещество, теперь докладываем светлое и между собой их перемешиваем. Опять же по направлению жилочек лепестка. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова